Приветствую, сегодня 9 ноября 2023 год, с Василием Сотским на Большом канале. Подписывайтесь, если правду хотите знать, и знать, что дальше будет. Веселее подписывайтесь. Времена так идут такие непростые, и хаос расширяется. И главное, что Зеленский, слуги народа и прочие, так сказать, комики, шоумены, там очень некомпетентная, разная, так сказать, популяция, это все очень им способствует. Естественно, перелом сейчас будет в худшую сторону. После этого совершенно, словашь надо подбирать, неграмотного, вредного решения, которое принял, так называемый, законодательный орган Украины, про продление 9-й раз вот этого антиконституционного военного положения до 14 февраля. Ну, надо теперь дожить, конечно, до 14 февраля. Потому что, если брать каждое продление, то оно все было хуже, хуже и хуже. Я сделал сегодня видео, посмотрите там на Большом канале. А сейчас, ты уже думал, мне сегодня больше не делать. Но посмотрел еще раз вот разные видео, как метель от этих всех, которые пытаются арестовывать, задерживать ребят, чтобы отправлять их пушечным мясом на передовую. То есть, оказывается, вот мне пишут, что ответственность за это Сирский, что это он проводит такой инструктаж, он отвечает за военкомумов, за эти, так называемые, территориальные комиссии, за то, чтобы, видимо, он дает инструкции, чтобы хватать этих молодых ребят и бросать их на смерть, на передовую. Вот. Ну, видимо, что Залужный это поддерживает тоже. Естественно, что это команды дает канцелярия, Ермак, там, Зеленский и так далее. И надо сказать, что Житомирская область, там, парень так отделал, конечно, серьезно этого товарища. Они его хотели, пристали к нему задержать, хотели. Вот. Ну, там, сняли, ищут, разыскивают его, там, и так далее. Потом то же самое, там, ищут, это в Одессе кто-то там отбил. Мужчина говорит, дайте документы, покажите, кто вы, что вы. То есть, люди стали, еще в нескольких местах, люди стали оказывать серьезнейшее сопротивление тому, что их хотят превратить в пушечное мясо и бросить туда на фронт без оружия, неподготовленных в эти зимние окопы, в снег, в воду и прочее. Для того, чтобы защищать интересы правящей бандократией. Зелено-желто-коричневые, потому что другого же нельзя сформулировать. Вот. Ну, и как это тогда называть, скажите, пожалуйста. То есть, никаких условий, я вам там делаю видео, показываю, чтобы уже воевать, тем более там наступать, уже вообще не о чем говорить, дай бог линию удержать. Если сейчас Авдеевку потеряют и Клещеевку пробьют, вот тогда пойдет навалом прорыв, конечно, тогда будет очень печально. Ну, тогда надо всех их, вы понимаете, что надо делать, если будет взята Авдеевка, пробита Клещеевка и так далее. То есть, Зеленский, это уже тогда надо его и Ермака и всех. Есть одно только название, надо называть их, что это враги нации. По-другому нельзя. Вот это будут враги нации. Не так, как Форион там всякую несет пургу против людей, которые разговаривают на славянском языке, на котором разговаривает один миллиард человек в мире. Вдумайтесь, на русском языке в той или иной мере, как язык, лингвистическое средство коммуникации на сегодняшний день в мире, им владеет один миллиард человек. Причем где-то до полу, 500 миллионов человек, это владеет на высоком уровне. На высоком уровне 500 миллионов. Ребята, вы чего? И вот это Форион, ну, совершенно человек, какой несет такие вещи, что говорит, да вообще запретить надо, вы чего говорите? Ну, правда, есть там ее коллега, это в Чечне сидит этот, как он называется, ой, этот совсем, который сына своего сделал героем Чечни, да, вот, он заявил, что все должны знать чеченский язык. Это какой-то, это реликтовые, реликтовые знания надо будет получать, потому что где его использовать, разве что только в терках каких-то, вот, надо будет использовать, когда они между собой, когда они там во Франции режут учителей, тогда, наверное, они на чеченском языке изъясняются, когда они эти действия осуществляют. Рамзанчик, Рамзанчик Померанчик Кадыров, вот, он заявил, вы слышите? Ну, так, смотрите, что Форион, что Кадыров, она говорит, что надо говорить только, то есть те, которые на русском языке говорят, это там, да-да-да-да-да, а Кадыров говорит, что надо говорить только на чеченском языке, те, кто говорят на русском языке, те тоже, да-да-да-да-да. Ну, так, смотрите, что Форион, что Кадыров, Это, так сказать, два в одном получается, понимаете? Главное, Зеленский молчит и Путин молчит, понимаете? Может, Зеленскому с Путиным надо встретиться, обсудить тему Фариона Кадырова, чтобы найти общий какой-то знаменатель по поводу использования русского языка? Я так думаю, что, например, этот самый Ким Чен Ин точно должен русский язык знать, и Синдзипин, наверное, русский язык знает, и многие другие знают. Вот, поэтому и Меркель, кстати, замечательно знает русский язык. И в Германии все время проводятся разные мероприятия на русском языке. Чего же вы к нему русскому языку так пристали? Чем русский язык, славянский язык, чем он хуже сербского, объясните мне, или словацкого, или чешского, или болгарского? Объясните, я вот что-то не пойму. Это все одногруб, или польского, это все славянские языки. Это все славянский и украинский язык. Это часть одного потока, одного мейнстрима. Одного мейнстрима. Чем вам, вы что хотите? Это все равно, что взять и отрубить себе, ну не просто руку там или ногу, чтобы себе кто-то рубил. А это так реально, даже вот, наверное, голову, тот, кто выступает против русского языка, так это полголовы себе он отрубывает сразу. Даже больше, чем полголовы. Я думаю, две трети, может, три четвертых даже. Ну что же это, остаться с таким кусочком вместо головы, как вы думаете, а? Ну так, ребята, как-то вы прореагируете на эту Фарион? Я же говорю, классная вещь была всегда у нас, помните, этого бедного взяли, посадили. Да недавно же Черновола тоже посадили, да? В этот самый, он так обижался. После этого сразу и справился, и выступать нормально стал, да? Вот такой, он тоже, кажется, на Азов наезжал, или же почти как Фарион. Вот, поэтому я думаю, что она так это, говорят, не будылыхов покытыхов, Ира. Ну оно тебе надо такое. Оно тебе бедненькое надо. Ты же нормальная была член коммунистической партии. Представляешь, в те времена, чтобы ты встал пила в коммунистическую партию. Да как тебя вообще взяли? Это же не так просто было туда попасть со своим статусом. Вот я поступал, когда служил в армии. Я, понятно, я на срочной и не срочной всякой службе служил. Поэтому, так сказать, поступил. И то думал, что это же как дело Ленина делаю и так далее, и так далее. На себе лекарство потом, на себе заразу испытывал. Ну так Фарион тоже. Вот, но видно, на нее она очень сильно подействовала. Поэтому она, конечно, зря так начала вести себя. Ну это бывает, это бывает. Вы ее не судите строго. Это такой возраст у нее, что это бывает. Вот. Но все равно, конечно, может, надо немножко ей это самое успокоиться. Но ситуация серьезная. Очень серьезная. Ситуация такая, что, по сути, мы должны говорить, что уже, как бы, все добегая кинься. Все добегая кинься. И практически, как бы, уже выхода, по сути, никаких других нет. Поэтому, что могу сказать. Только одно могу сказать, что надо делать перезагрузку. Надо делать как можно быстрее перезагрузку, потому что времени осталось совсем ничего. Уже времени практически не осталось. Все обрушено. Вот все, что можно было обрушить, все обрушено. Ну, вот такой небольшой материальчик хотел бы вам сделать по поводу этих набора ребят. То есть, вывод какой делаем? Что будут нарастать столкновения эти. Будут. А после того, как забрали налог с военнообязанных у местных громад, то сейчас будет еще тяжелее. Но следующие это прокуроры уже. Вот вы же видите там и эти машины, и, так сказать, с ними что-то случается. И с другими вещами, и судьи. Плюс ГБР, плюс НАСК, плюс это. Вы подготовьтесь, ребята. Вы следующие. Поэтому народ уже терпеть это все не может. Не могут люди терпеть и не хотят быть рабами. 21 век Зеленский. 21 век. Никто не будет терпеть. Никто. А будете арестовывать, начнут другие формы протеста. Начнутся другие формы протеста. Вы зря это делаете. Зря. Ни Малюк вам не поможет. Ни Добутанов не будет в этом участвовать. Я ж не думаю, что он такой. Да и Малюк не будет. Он тоже очень такой. У него правильная, как бы... У него хороший такой, как говорят, крестьянский ум. Это не обязательно быть крестьянином. Он родился, кажется, в этом Коростышеве. В Житомирской области, кстати. Поэтому, ну, есть вот этот министр внутренних дел, там, полиции. Но я думаю, они тоже, как бы, тот же тоже должен понимать, что происходит. Биографии своих попередников читает, как с ними было. Кто сказал, что оно не повторяется. Все в этой жизни повторяется. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз. Помните песня такая, да? Он говорит, здесь играем глинки. Говорит, а тут играем романс «Красная шаль». Да, а тут по дорожной глинке. Что переворачиваем. Да что же у вас тут все в жире, да? Говорит, ты отбивную ел. Ну, да ладно. Так что смотрите, не станьте отбивными. Ситуация жесткая становится. Пурга пошла. С метелью вместе. Да еще если торнадо будет, цунами. Не дай бог. Вы с Олегом Соскиным на моем большом канале. До новых встреч.